Продолжение следует... Итак, 101.3, часть 1. Говорим о процессах инициализации в миксовой стандартной форме инициализации. Мы должны с вами разобраться, что такое режимы загрузки, это run-level, разобраться, как между ними переключаться, какие из них стоят по умолчанию и параллельно поговорить о том, как управлять службами, так как это входит все в процедуру инициализации. То есть мы с вами говорим о run-level, о перезагрузке, включении и выключении, и еще экзамен LP просит нас уметь оповещать всех пользователей, которые на данный момент работают в системе, о чем-либо, например, о выключении или перезагрузке компьютера. Значит, если говорить о run-level, то это термин run-level или уровни выполнения, они означают режимы функционирования операционной системы. Это режимы функционирования, в которых реализована система инициализации типа Unix. Обычно у нас есть 7 уровней выполнения по умолчанию от 0 до 7, но есть операционные системы, где бывает 10 уровней выполнения. Мы говорим о стандартных системах, поэтому мы должны с вами знать, что есть run-level и такие 0, как выключение. Единичка – это однополюзерский режим, чаще всего используется для режима отладки и восстановления системы. Двойка – это родные режимы выполнения для дебина и Ubuntu, это их режим выполнения по умолчанию, и уже внутри этой загрузки можно будет выбрать загрузку в графический интерфейс или загрузку в командный интерфейс, когда у нас есть только командная строка. Далее режим выполнения тройка, уровень выполнения – это RedHat или OpenSUSE, это для них режим работы по умолчанию в качестве текстового режима. Четвертый режим – это WildCard, сюда мы можем установить все, что хотим напрограммировать. Пятый режим – это умолчание для RedHat и для USUZ-систем в виде графики. И шестой – перезагрузка. Что это все значит, сейчас с вами поглядим на практику. Для того, чтобы показать вам, как работает init в стиле sysd, мне пришлось скачать старый CentOS. У меня релиз 5.4, в нем еще использовался init в стиле sysv. Начиная с 6 цента уже вовсю пошел использоваться systemd, о котором у нас следующее занятие. Значит, я нахожусь в CentOS 5.4, из-под пользователя с правами суперадмина, и хочу вам показать конфигурационный файл родительского процесса инициализации init, о котором у нас было прошлое занятие. Файл этот лежит у нас в папке etc, и называется он init.tab. Нам он нужен сейчас только для того, чтобы на него посмотреть. Я открыл его при помощи редактора V. Во всех дальнейших дистрибутивах этого файла вы уже не найдете. Но мы это сейчас увидим, когда будем говорить об апстарте и о systemd. В общем-то здесь, что мы можем видеть в этом файле? Мы можем увидеть те самые уровни загрузки, о которых у нас только что был слайд. Шесть уровней загрузки. Видим вот здесь, какой уровень используется по умолчанию. По умолчанию используется full multi-user mode, третий. То есть если вдруг у нас есть такой вопрос в LP, как изменить run level по умолчанию, если мы вдруг захотим изменить run level по умолчанию, нам нужно изменить вот этот вот 3 на что-нибудь другое. Ну, например, на единичку. И тогда у нас будет всегда центр запускаться в single user mode по умолчанию. Далее мы можем посмотреть, значит, что у нас будет происходить, если, например, мы нажмем Ctrl-Alt-Elet. Будет запускаться команда shutdown с определенными параметрами, как вы видите. В принципе, запуск любого уровня – это определенный скрипт. Все эти скрипты, вы видите, запускаются из папки RCD. Мы в нее поглядим. И есть там различные скрипты. То есть, в принципе, вызов любого из уровней загрузки запускает вот эти вот скрипты. Значит, еще раз говорю, мы сейчас смотрим с вами конфигурационный файл init-tab, которого больше нету. Он нам нужен только для того, чтобы понять, как исторически развивался процесс инициализации. И все дальнейшие варианты инициализации, которые мы будем сейчас смотреть, которые используются в современных дистрибутивах, все растут вот из этого файла init-tab и вообще из этой процедуры инициализации. LPIC у нас подразумевает в этой части экзамена вопросы относительно служб, где находятся службы и как они запускаются. Значит, давайте для начала поглядим с вами в директорию, в которой лежат, в принципе, все скрипты, которые выполняются при старте системы, ну и не только. Это у нас папочка etc и в ней директория init.d, то есть директория инициализации, если расшифровывать это. Тут у нас есть куча скриптов, вы видите. Это скрипты, которые запускают определенные службы. Например, у нас есть, вы видите, network. Network у нас запускает службу сети. Вот он, network. У нас есть demon named, который отвечает за DNS. Есть demon HTTP и так далее. То есть у нас есть куча служб. Они запускаются вот этими скриптами. Соответственно, если мы хотим остановить какую-нибудь службу, мы можем использовать, например, команду точка слэш. Это значит запуск из текущего директория. Мы сейчас находимся в директории etc и не d. Имя службы в данном случае у нас. Давайте службу сети, например, остановим. Network. Стоп. Служба остановилась. И, соответственно, то же самое старт. То же самое можем сделать командой service. Например, service.network.restart. Давайте выйдем на уровень выше, то есть в папочку etc. В ней, вы знаете, много всего находится, в этой папочке etc. Давайте посмотрим все файлы, которые у нас начинаются с rc. То есть выберем команду ls-l. Этой команде передадим параметр grep rc. Синтаксис вот этого всего мы будем изучать в дальнейших занятиях. Мы видим, здесь у нас есть несколько-несколько скриптов. Например, мы можем посмотреть, у нас есть такая штука, как rc3.d. Давайте поглядим. Это у нас, мы видим папку, rc3.d. Поглядим, что есть в ней. В ней у нас огромное количество скриптов. Это все скрипты, которые у нас запускают или останавливают что-то, когда выбран определенный run-level. Сейчас мы говорим о run-level 3. И видим скрипты, которые начинаются с буквы k и s. k это kill-process, то есть это скрипты, завершающие процессы. s это start-process. Цифры, которые вы видите, это последовательность выполнения этого скрипта. То есть в первую очередь, вы видите, у нас убивается служба dns-mask. В последнюю очередь у нас стартует служба smart-d. Давайте посмотрим какую-нибудь другую. Другой уровень запуска cd. Поднимаемся на уровень выше. Две точки вверх. И заходим в папочку rc4d. То есть run-level 4. Глядим, что есть в нем. Тут скрипты уже немножко другие. Можем посмотреть, например, из интересного, наверное, будет cd уровень загрузки 1 глянуть. Это вы помните у нас по умолчанию выключение системы. То есть здесь у нас все скрипты уже в основном начинаются с key. То есть это завершение огромного количества процессов. Убивать эти службы нужно, если мы переключаемся между run-level. То есть если мы хотим из одного режима перейти в другой, не выключая и не перезагружая компьютер, то у нас начинают срабатывать эти скрипты, запуская и, соответственно, останавливая какие-то службы. Как переключаться, сейчас покажу. Прежде чем продолжать дальше, давайте быстренько глянем основные команды, которые мы будем с вами использовать. Значит, init команда, это у нас управление инициализацией. По сути, при помощи нее можно переключаться между уровнями загрузки, потому что это и есть родительский процесс, который запускается с какими-то своими ключами. Вообще говоря, в линуксе используется для этого tel.init. То есть tel.init команда, по сути, передает просто управление команде init с какими-то параметрами. Но есть дистрибутивы некоторые древние, где просто вызов init не получается. Поэтому там нужно использовать tel.init. А вообще, если говорить об Ubuntu, о CENTASY, в них можно использовать наравне и init, и tel.init. Разница только в том, что tel.init работает во всех дистрибутивах, init в некоторых не работает. Далее, есть в LPIC такой вопрос, как предупредить всех пользователей, которые работают сейчас в системе, о том, что будет производиться какое-то действие. Ну, в общем-то, послать сообщение всем пользователям. Для этого используется команда wall. Мы сейчас на нее посмотрим. Также в LPIC есть у нас вопросы, как производить выключение, включение, перезагрузку компьютера. Есть простые команды. HALT – это выключение компьютера, но, по сути, это выключение операционной системы, после чего питание нужно выключать вручную. Ребут – это перезагрузка. Все это может делать команда shutdown, которая является более гибкой, деликатной и может запускаться с кучей ключей, в том числе можно при помощи нее запланировать компьютеры выключения, перезагрузку, отменить, назначить через сколько времени и так далее. То есть shutdown делает это все деликатно и интереснее. И, соответственно, для работы со службами, мы сейчас это только что делали, используется в общем случае синтаксис такой – сервис, имя службы и дальше start, stop, reload или restart. Соответственно, включить службу, остановить службу, перезагрузить службу с учетом изменений в конфигурационных файлах и restart – просто перезапустить службу. Итак, для того, чтобы переключаться между режимами, нужно нам сначала понять, на каком уровне загрузки находимся мы сейчас. Для этого у нас используется банальная команда runlevel, runlevel, которая показывает то, что сейчас у нас используется уровень загрузки, третий, который, если вы помните по слайду, это обычный текстовый режим загрузки, который родной для RedHot и для Suse подобных операционных систем. Если мы хотим переключиться на другой уровень загрузки, например, на однопользовательский, это у нас, напоминаю, номер один, мы можем использовать команду init1 или можем использовать команду tellinit. tellinit по сути – это tellinit, сказать initу. И то, и другое работает в центре. Давайте попробуем. Вы видите, запускаются, останавливаются службы, которые должны запуститься и остановиться согласно тем скриптам, которые находятся у нас в папочке rc1d. И мы сейчас на живую, без перезагрузки, оказываемся в однопользовательском режиме. Соответственно, если мы хотим из однопользовательского режима перейти обратно в многопользовательский, мы говорим initу, что мы хотим вернуться в наш родной третий режим. Идет процесс. Запускается, останавливается. Сетевая служба традиционно немножечко нас притормаживает. И вот мы опять находимся в родном многопользовательском режиме. То есть при помощи init и tellinit легко переключаться между режимами, не перезагружая компьютер. Вхожу я обратно в систему, и команда, которую я вам показывал тоже в слайде, это сказать всем пользователям, что ты. Команда wall. Ну и какой-нибудь текст о том, что мы сейчас собираемся сделать. Видите, вот сразу нам пришло broadcast message от рута. Соответственно, если бы у нас еще кто-то работал сейчас на этом сервере, всем бы пришло это сообщение. Нажал я ctrl-c, вернулся обратно в консоль. И давайте уже, чтобы закрепить, чтобы работать со службой, мы используем команду service, имя службы. Ну давайте какую-нибудь службу отправки почты. В этот раз остановим. Stop. Или, соответственно, start, reload, restart. Или мы можем обратиться непосредственно к скрипту из той папки, в которой лежат скрипты. Это c. init.d. Send mail. Имя службы там же. Обратно ее стартанем. Start. Делает то же самое. Соответственно, для выключения компьютера мы можем использовать команду halt или shutdown-h для перезагрузки, reboot или shutdown-r. Давайте сейчас выключим shutdown-h сейчас. Прямо сейчас выключить компьютер. Соответственно, компьютер выключается. Подводим промежуточный итог. Мы с вами поглядели на примере устаревшего дистрибутива CentOS 5.4, как работает процедура инициализации, что такое run-level. Посмотрели файлы конфигурации родительского процесса init.tab. Переключались между уровнями загрузки. Посмотрели уровень загрузки по умолчанию. Посмотрели, как запускать, останавливать, перезагружать службы. Как отправлять сообщения всем пользователям. И как завершать работу компьютера и перезагружать его. Дальше будем с вами смотреть, как у нас работает все то же самое, если система управляет SystemD.